Привет, друзья! Сегодня будем с вами готовить мясо по-французски. Сегодня хочу приготовить в очень интересном и обычном рецепте. Будем с вами использовать тыкву, будем с вами использовать мясо. Я буду использовать мясо индейки. Вы можете также взять куриное, свиное, в принципе, не принципиально. Вот такую цветную капусту будем использовать. Горчичку, парочку помидорчиков, пару небольших луковиц, одну морковку, сметану, я буду использовать также сырок и обязательно также грибочки. Вот такой вот, чуть-чуть для вкуса также добавлю сельдерей. Обожаю сельдерей. Ну и уже, соответственно, различные также специи буду добавлять, буду использовать масло. Самое наибольшее это ваше желание, это ваше активное, активное, сильное желание приготовить, потому что желание, конечно, оно очень много дает. Когда человек готовит с душой, желание всегда получается очень вкусно. Ешь и чувствуешь прям, как человек душу вложил. В общем, давайте готовить. И поехали! Начинаем приготовление с обжарки лучка. Два небольших луковицы, две небольших луковицы, обжариваем. Так, обжариваем. Отправляем туда морковку, натертую на крупной терке, одну большую. Для вкуса добавим несколько капель калитского масла. Все-таки я люблю, оно такое все-таки вкусно, действительно добавляет. Так, теперь у нас пошли в ход грибочки. Я их порезала крупно, потому что они еще, как правило, ужариваются. Так, перемешиваем. И обжариваем все на быстром огне. Просто, просто такое небольшое, легкое такое обжаривание. Не надо прям до полной готовности. Там главное обжарить. Так, я люблю подсаливать на этом этапе, чтобы тоже был небольшой свой вкус уже. Добавлю также вот у меня куркума здесь. Пускай тоже будет. Ну, чуть-чуть, сейчас выдавлю еще перчика. В данном случае у меня вот такой перчик. Просто разная смесь. Запах стоит необыкновенный. Не могу даже передать. В общем, уже все. Я сейчас их буду оставлять. Они уже готовы. Вот. И переходим к готовке дальше. Итак, я сейчас буду обмазывать противень оливковым маслом. Я уже на него постелил пергаментную бумагу. И теперь вымазываю все дно. Можно, в принципе, обычным маслом, подсолнечным. Я решила использовать оливковым маслом. То есть используем любое масло, которое нам нравится. Затем выкладываем мясо, промываем его, нарезаем на такие вот небольшие, такой вот толщиной, максимум где-то 8 миллиметров кусочки. Примерно вот как ладошка, можно чуть поменьше. Вот я взяла 5 кусочков, порезала, промыла, вытерла салфеткой насухо и вот уже даже отбила. То есть вот обратите внимание, оно уже такое даже отбитенькое. Ну, так слегка, сильно не стало. Вот. И теперь начинаем его активно солить, перчить. И я также еще сейчас буду смазывать его вот такой вот горчичкой. В общем, сейчас я займусь, покажу сейчас, как у меня получится. Ха! Чуть не забыла, представляете? Нужно же еще положить капустку. Вот такой вот главный ингредиент, который создает как раз это необыкновенное блюдо. Поэтому сейчас я порежу ее на кусочки и положу под мясо. Итак, вот я уже разрезала и решила промазать каждый кусочек капустки сметанкой, чтобы было повкуснее. Так, давайте экспериментировать вместе. Я этот рецепт делаю впервые. Я надеюсь, что он получится очень вкусным, потому что я делаю с душой. Смотрите, мясо как будто лежит на какой-то подушечке, да? Такой вот воздушной, со сметанкой, все уже такое в специях. Осталось добавить горчичку. Так, горчичка тоже добавлена. Теперь переходим к тыковке. Итак, я положила тыковку уже. Тыковку резала вот такими небольшими тоненькими зубчиками. Точнее, можно сказать, полукольцами. Ее не должно быть много, она должна просто немного подчеркивать вкус данного блюда. Переходим к сельдерею. И вот теперь, когда уже положили сельдерей, можно смело переходить к добавлению вот такой вот интересной начинки. Ну, как бы такой, знаете, дополняющей составляющей. Это грибочки с луком и морковкой. Укладываем морковку с грибочками и луком наверх. Так, смотрите, друзья, что получилось. Вот такие вот пышненькие, пышненькие кусочки. Просто вообще волшебные уже красоты. Теперь мы будем укладывать дольки помидорчиков. И потом мазать сметанкой. Так, помидорчики уложены. Затем сметанка. И затем на сметанку мы накрываем сыром. Можно сыр просто натереть. То есть, кому как удобней. То есть, по сути, тут не принципиально. Самое главное, чтобы это был вот этот окончательный завершающий слой. То есть, можно просто накрыть сыром, можно натереть. У меня, так как я уверена, что сыр свободно расплавится, никаких вообще преград. То есть, именно такой сорт. Поэтому я буду накрывать сыром. Все, теперь все готово. Отправляем в духовку. У меня она сейчас разогрета. Так, довольно-таки здесь жарко, да. Отправляем в духовку. Аккуратненько, аккуратненько. Все. Будем теперь ожидать. Здесь у нас... Так, сейчас аккуратненько. Так, то есть, я отправила. У меня где-то температура уже 170. Ну, не знаю. Я, наверное, сейчас делаю. Ну, ближе к 180. Вот надо вообще. Вот. А выпекать мы будем минут 35-40. Постоянно просматривая, да. Потом расскажу, как в итоге получилось. Итак, прошло 45 минут. И я уже представляю, какие они необыкновенные получились. Эти кусочки. Смотрите, я их уже достала. Они прям все в таком соку. Все такие прям смачные. Так и хочется их прям сразу же приступить и кушать. Итак, сейчас возьму ножичек и вилочку. Красивую тарелочку, да. Асик уже вон тоже хочет попробовать, мой котик. Я уже себе наложила. Посмотрите, какое объедение. Я просто не могу поверить, что мы наконец-то приготовили. Давно я все-таки в голове представляла этот рецепт. Потому что я безумно обожаю эту капусту. Смотрите еще раз, что у меня в итоге получилось, да. Вот такая вот сочная, сочная, красивая картинка. Готовьте с удовольствием, друзья. Я надеюсь, что мое видео обязательно подтолкнет вам, подтолкнет вас готовить в удовольствие. Обыкновенная, красивая, сочная. Да, такая индейка понравится каждому. Индейка все-таки такое мясо, которое может есть каждый. Субтитры сделал DimaTorzok